Триконфлекс Пирожата, с вами Старпер и это Брутата или Бро-картошка или Братошка, как ее еще иногда называем мы с жабкой. Игра, которую сравнивают с вампирами частенько, но это не вампиры, здесь из общего только автофайр, в остальном отличия кардинальные, ну и сейчас вы все увидите. У нас на выбор сразу несколько персонажей, у каждого из которых свои перки, скажем так, ну я буду играть сегодня чуваком, у которого плюс 20 крит шанса со старта, один пистолет, но к сожалению, все что касается хп уменьшено на 50%, ну еще плюс торренджа. Второй пушкой я возьму пистолет-пулемет и в принципе буду играть через пистолет и пулемет, и сейчас можно через пестики, в принципе можно через что угодно играть, здесь нет ограничений на другие пушки, как у некоторых других персонажей, например, можно взять персов, у которого просто запрет на оранжевое оружие, например, но он получает бонусы к милишному, здесь этого нет, играть можно чем угодно. Далее, короче, левелапы дают на выбор из трех перков, ну трех пассивок, я сейчас буду играть через пальцы, которые увеличивают крит шанс, и буду собирать ппшки во все слоты, и вот, мне очень сильно повезло, хантин трофи, это предмет, который дает один материал, а материал это местный навык голды, за каждого врага убитого ритом. Это очень-очень-очень сильная старта, в демке, по крайней мере, не знаю, в релизе понерфят ее или нет, но в демке, если получится хотя бы собрать два хантин трофи, то даже с одним хантин трофи уже будет офигенно круто, потому что это дает кучу бабла, кучу реролов предметов, кучу реролов пассивок после левелапов, ну а когда у тебя куча бабла, куча реролов, куча предметов и так далее, то ты просто к концу 12 волны, в демке всего 12 волны, ты становишься офигительно сильным. Еще крит шанс, замечательно, у нас уже 30-ка, и в принципе можно уже потихонечку брать крит демидж. Так, плюс 15% пробивающего урона, но это я возьму на вырост. Фишка в том, что у пистолета в дефолте есть одна пробивочка одной цели, а в пистолете-пулемете нет, к сожалению, поэтому мне нужна еще будет бандана, которая даст мне пробиться целей, иначе без нее будет сложно. Хотя бы одну или две банданы, ну в идеале побольше, конечно, 3-4, но хотя бы одну уже крайне желательно было бы получить. Так, сейчас пока что на первых волнах просто фарм, потому что враги какой-то опасности не представляют, и какие-то проблемы начнутся, по-моему, с 8 волны, когда пойдут бугаи в атаку, они очень резкие, плюс у меня, как вы видите, всего 5%, ой, 5%, 5 хп, и меня будут просто ваншотать с определенной волны, и я постараюсь этого не допустить, соответственно. Так, слишком много роллов делать смысла нет, потому что каждый ролл дороже предыдущего, и в итоге я не смогу ничего купить здесь, а вот и моя банданка. Дороговато, конечно, ну ладно. А здесь у меня, видите, выпал пп, я его купить не могу, поэтому я просто лочу вот конкретно эту раскладку предметов, и начну с нее после четвертой волны, не смогу выкупить этот пп. Пока что все идет очень неплохо, конечно, можно было бы лутать уже и побольше кэши, и побольше крит дэмиджа, но в целом меня устраивает. Еще один хантедрофь, если попадется, волны до десятой, в принципе, можно будет считать, что этот забег у нас уже в кармане, ну, если я только где-то одного не затуплю, не поймаю вражеский выстрел лицом, зазевавшись, ну, или типа того. Будем надеяться, что этого не произойдет, хотя, признаюсь вам, происходят такие штуки с незавидной регулярностью, но чего поделать. Играя за этого конкретных персонажей, к сожалению, это просто ваншотный парень, трустый клопуш, который убил из кэнон, но нормально. Но за это ты получаешь просто огромное количество урона, и вот сейчас этими двумя крит дэмиджами я очень-очень-очень сильно повысил свои шансы на то, чтобы пройти здесь все четко. Так, еще одна тыква, и вот у нас уже минус 20, а не минус 50, по-моему, процентов штраф. О, вот эту штуку обязательно надо взять, она дает, ну, помимо хп и дэмиджа, плюс 10% врагов, а чем больше врагов, тем больше бабла, что логично. Еще можно пробовать играть через удачу, там даже есть специальный персонаж, у которого плюс 100 удач в самом начале, ну, со штрафами, разумеется, но сколько я не пробовал, в итоге всегда возвращаюсь к билду через криты и бабло, через инком, соответственно, потому что, ну, ничего более эффективного у меня найти пока что не получилось. Если вы тоже залипаете в братату и узнаете какие-то интересные варианты прокачки, в принципе, игры, ну, пишите обязательно в комментах, с удовольствием попробую. Я уже сам пробовал через ножи, через кулаки, через ладошки, которые с харвестингом. Да, блин, я пробовал на самом деле много чего, и играл через одну пушку тоже через инком, и было прям очень здорово. И все равно считаю, что только через инком пока что, во всяком случае, стоит играть, и, возможно, как же будет на релизе. Так, отлично, здесь мы берем, вот прям повезло, 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 здесь мы берем, и вот бы еще кэше синий взять. Ладно, еще один крит дэмидж, окей. У нас уже три джентл эллиан, и это просто охренеть. Ой, три, два, ну, я гуманитарий, у меня вот, ой, 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 как чудненько у нас все складывается, ой, 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 так, тут я лучусь. Главное, чтобы мне урона теперь хватало разваливать большое количество мобов, потому что, может быть, такое, и такое неоднократно тоже было, когда я набрал кучу джентл эллианов, у меня просто душили массы, я не успевал их убивать из-за недостатка урона. Но здесь у меня есть пробивочки, есть две тыквы, все, по идее, должно быть четенько, и мне нужно просто внимательно отслеживать выстрелы рейнджовых мобов, которые по-моему стреляют, и не попадаться под них. Все остальные, по идее, должны разваливаться еще на подходах ко мне. Надеюсь, так и будет. Пока все прям очень хорошо, я супер доволен. Если вы все еще не видите разницы между этой игрой и вампирами, то реально прямо сейчас идите, демка все еще доступна, поиграйте, она ощущается абсолютно по-другому. Ну, очевидно, вы уже видели, что здесь другие схемы прокачки и так далее, ну, взаимодействия с предметами и с персонажем, но здесь еще и по-другому выстрелы чувствуются, это сложно объяснить. Обычно так говорят, когда речь идет про какие-то шутаны дорогие, типа вот, там чувствуется отдача стрельбы, бла-бла-бла. Здесь все не так, но когда ты разгоняешь много кэшей и крит-дэмиджа, ты реально чувствуешь, как по-другому начинает стрелять персонаж по сравнению с тем, что было в самом начале. И это просто офигенно. Короче, пожертвую рейнджом и зала киню бинтичера, чтобы получить плюс 30% к получению опыта, потому что лайфстил у меня в принципе нет, и поэтому можно пожертвовать этим нулем, станет минус 2 для меня в принципе ничего не изменится. А вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас начинаются проблемочки. Вы видите, я уже не успеваю их убивать на сильно большой от меня дистанции, и меня в какой-то момент могут задушить. Секунды с десятой, когда пойдут большие волны, хотя в принципе нет, наверное, если я достаточно близко к ним подхожу, и все время двигаюсь в сторону появляющихся кучек, да, я их убиваю достаточно неплохо сейчас. Надо сейчас разгонять урон, кэше и кд у меня норм, но нужно брать рейнджет дэмидж. Будет поэффективнее на данном этапе, наверное. В идеале, в идеале, в идеале, мне бы еще получить рикошет, рикошет шикарная штука, стоя на месте, можно чистить всю карту, ну, если очень сильно повезет. Так, рейнджет дэмидж я беру здесь, мили дэмидж по ходу. Ну, ладно, давайте еще кэши, перейдем за 50, бинтичера забираем, здесь мы, да, я не объяснил. Пушки, когда покупаешь, если у тебя уже есть пушка, и ты покупаешь такую же, они мёрджутся в пушку более высокого уровня, и плюс это можно делать самостоятельно. Поэтому сейчас мы делаем все синие пестики, точнее пестики, пулемётики, и движемся дальше. Так, еще одна бандана, супер шикарно. Вот эта штука дает, как вы видите, плюс 20% урона 1 к армору, но минус 2% дэмиджа, если я получу до конца волны, если я получу урон. Фишка в том, что если я получу урон, я тут сразу помру, поэтому без проблем я жертвую своим уроном при получении дэмиджа, вообще не страшно. Виздом тоже хочу взять, это классная штука, поэтому я сейчас залакинулся, и давайте восьмую волну проходить. А вот и наши бугаи. К счастью, отлетают они очень бодро. Неплохо, неплохо я так раскачался к этому моменту. Пока что отличный забег, но каждый раз, когда я себя хвалю, а я себя уже похвалил так много раз за этот забег, что даже самому немножечко, ну, стыдно, что ли. Когда я себя слишком много раз хвалю, обычно я фейлю каким-нибудь максимально нелепым образом. И я прям чувствую, как этот фейл уже подбирается ко мне, чтобы, значит, я облажался прилюдно. С другой стороны, если я облажаюсь, то с высокой вероятностью вы этого забега и не увидите. Скорее всего. Зачем мне его выкладывать? Я вам хочу показать, как я круто тут все нагибаю. Что вы думали? Так, 4 секунды продержаться. Пока что, пока что, все просто-просто-просто замечательно. Больше косаря вынес, это далеко не предел, выносил я и побольше. Но все равно приятно. Так, берем 12% спид и берем крит демидж. Такое можно было поролить, получить фиолетовые штуки, но хрен бы с ним. Ладно, так, здесь добираем. Миниган. Прекрасно, прекрасно. Забираем миниган. Очень крутая штука. Без штрафа на пробивающий, ну, на пирсинг демидж. Ой, так хорошо. Так, у нас уже три банданы. У нас есть пулемет. Три ппшечки. И закончились деньги, погнали в девятую волну. Но вот это уже замечательно. В принципе, здесь для того, чтобы гарантировать себе закрытие этого забега, мне только рикошет остался. Рикошет. И, возможно, еще пару треугольников. Мощь. Возможно. А может быть, и без них можно обойтись. Просто у меня есть такой небольшой фетиш. Ну, он пришел из вампиров, соответственно. Хочется настолько эффективно собрать сборку, чтобы ну, в вампирах это на последних минутах, а здесь это на последней волне. Можно было просто встать и стоять, и ничего не делать. А твой герой разносил всех просто на изичах. И да, с рикошетом такое вполне возможно. Но пока что его у меня нет. С другой стороны, пока что у меня всего лишь девятая волна из 12, так что всего возможно. Впереди еще. Еще можно получить этот. Ну, посмотрим, если я его увижу, я вам скажу так. Кэшема, берем ли? Ши 52. Ну, давай, давай. Вот, 12% дэмиджа здесь. Возьмем здесь. Здесь не будем брать. Еще один желтый эллион. Берем. Берем, конечно. Рокет лончеры. Извините, в горле запершила. Рокет лончеры, короче, мне не понравились. Я не беру. Так, у меня рейнджи дэмидж какой? Один. Не хочу в минуса загонять. Здесь рейнджи дэмидж вот так мы возьмем и вот так возьмем. Хорошо. Дальше, дальше, дальше смотрим, что еще есть. Пока что все грустненько. Вот, еще ппшка. У меня последний пп остался, который синего, а не фиолетового качества. Ну, и как бы хрен бы с ним. Хотелось бы, конечно, собрать 6 пулеметов, но максимум я пока что собрал 3. И это был разнос полный и тотальный, но 6 пока что не удавалось, к сожалению. Когда-нибудь возможно. Ну, слишком мало вон. По факту, 12-я волна самая жирная по инкому. Она длится полторы, по-моему, минуты, если не больше. И там офигенно много мобов, даже без увеличения их количества через джентл-эллион. Там очень много бабла, соответственно, около 5000 можно на изичах вынести за одну волну в итоге. Но она последняя и вот эти все офигительно большие бабки, которые ты выносишь, черт, чуть не получил сейчас по счетам от бугая, ты их не можешь реализовать, потому что тебе говорят, какой ты молодец, ты все прошел, все закрыл, начиная сначала. И это прям крайне грустно и печально. 1265 плюс 2 ящика. Ящики это бесплатные рандомные перки, которые можно взять, а можно не брать, если не хочется. Я брать не буду. Так, давайте здесь лак возьмем, здесь возьмем вот так, ну еще один хантин трофи, ладно, раз вы просите. О, прекрасно. Глаз кэнон, 20% дэмиджа минус 3 армора, на армору мне пофиг, не знаю, какое мне количество армора должно быть, чтобы я пережил хоть одну какую-то плюху рандомную здесь. Здесь берем еще кэши, не хочу, наверное, 64, более, или хочу? Хочу, конечно. Так, здесь экспо, и оп, ну, просто хотел посмотреть, а что там будет, а вдруг бы там что-то было полезное, я бы залакинился. 11-я волна, новые враги, не очень понимаю их прикола, потому что вот эти вот чуваки, новые, они гораздо более живучие, чем бугаи, да, но я, наверное, за 100 часов, которые в этой демке провел, видел, чтобы они атаковали, ну, может быть, раза два за все это время, они просто, даже при всем своем хп и броне, или что-то моих еще по статам, они просто не доходят, они слишком медлительные, и слишком долго думают, давать мне по щам, или не давать. Такие дела. Единственное, что когда их много, ну, у меня, знаете, такой, какой-то подспудный страх, что они сейчас меня каким-то чудесным образом ворвутся и размотают меня, и поэтому я стараюсь на них особо не быть, не влезть вперед, из-за чего, когда их много появляется, теряю много инкома, который именно валяется на земле, то есть у меня основная статья доходов, понятно, это мог бы убитые бритами на данный момент, но то, что лежит на земле, это тоже нормально, вот почти 350 получили, как бы норм, но сцепуюсь к ним подходить, так, еще глазскеннон, еще опыт, я это продам, куплю такую СМГ, возьму еще один треугольничек, к сожалению, рикошет мне прям, прям не хотят никак давать, ренджуху бесплатную возьмем, не хотят давать рикошет, и я немножко расстраиваюсь даже, все, сократили до минус 5% штрафа урон, пробивочный, и в принципе, ну, я очень, очень, очень неплохо вышел на последнюю волну, без рикошета, который бы здесь устроил бы просто феерию, все бы летало, отскакивало от стенок, от врагов, ну, от стенок нет, от врагов бы отскакивало, все бы умирали сразу при появлении, это было бы красиво, эффектно, и эффективно, но, к сожалению, не повезло, не фортануло, что ж, не каждый же забег его получать, справедливости ради, блин, не обратил, кстати, сколько там, 90 секунд было, или нет, начали, но в любом случае, еще минутку продержаться, не будет все, окей, в какой-то момент сейчас начнется навал, они полезут более плотными пачками, но опять-таки, если все время двигаться в сторону появляющихся новых врагов, то получается разваливать пачки сразу при их появлении, и они не успевают особо стакаться, и здесь есть еще такая особенность поведения мобов, если они далеко от себя, например, ну, за полэкрана или больше, они далеко не всегда, вот как бугай, возможно, вы уже обратили внимание, они не всегда лезут прямо на себя, они могут повернуться в другую сторону, пойти заниматься, видимо, какими-то своими делами, что помогает не попадать в огромные пачки, которые просто никак не разрулить. Все, волна закончена, бразобег закончен, жаль, жаль, очень дофига денег у нас копилось, я бы хотел еще так волн 100 поиграть, но волн больше не дают, надеюсь, что в релизе будет волн побольше, или какой-нибудь андрис моуд, что было бы совсем уж славно, потому что игра практически идеальный, таймкиллер, я тоже самое говорил про вампиров, но с появлением в моей жизни братошки, вампиров я стал играть значительно реже, вот, попробуйте, может быть, и вы оцените. Все, на этом буду заканчивать, пирожата, спасибо огромное, что досмотрели до конца, надеюсь, я вас заинтересовал, спасибо огромное, культу горячих пирожков на Бусте, за поддержку, в особенности, Moonlight, Samurai, Axel Otlu, Алексею Дронову, Джонни, Владиссею, Реалспиру, Медиву, Смешу, Килин Инсайду и Циннику, подписывайтесь на мои каналы, залетайте в соцсети, вступайте в культ на Бусте, оформив спонсорство, если нравится, что я делаю, все ссылки в закрепе, с вами был Старпнер, всем счастливо!